Воскресенье Господи, просим Тебя ради Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего, благослови эти занятия. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных слов Твоих. Прыбудь с нами в этот благодатный вечер, сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Твои Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к филиппийцам, святого апостола Павла. Предисловие. Филиппийцы, жители города Филипп, находящегося в Македонии, и названного так по имени основателя его Филиппа, в то время они были в зависимости от митрополии Фессалницкой. Павел много говорит о них доброго. Послание это писал он, когда находился в узе. Так как после первого защищения на суде, о котором напоминает в послании к Тимофею, он снова взят был в узе. Итак, послание к филиппийцам, первая глава, первый стих. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в филиппах, с епископами и диаконами. Покрование. Здесь апостол не выставляет своего апостольского достоинства, но просто называет себя рабом Иисуса Христа. Велико, конечно, и это наименование, только оно более общего характера. Даже он пишет к Тимофею и Каримфинам, кто называет себя апостолом. Почему это? Потому что там хотел он многое устроить, а потому и выставил на вид свое апостольское достоинство. Здесь же ничего подобного он не заповедует, но как бы считает их равными себе. Так как иудеи называли себя святыми, поскольку они были народом святым, то апостол и прибавил во Христе Иисусе. Потому что находящиеся во Христе Иисусе действительно святы. А те людей нечисты. Епископами он назвал здесь пресвитеров, так как в одном городе многих епископов не было. В то время еще не было различия в названиях. И сами епископы назывались дьяконами и пресвитерами. Поэтому, когда Павел писал к Тимофею как и епископу, он говорил, «Исполняй служение твое, 2 Тимофея 4.5, и за тем, которое дано тебе с возложением рук священства, 1 Тимофея 4.14». То есть епископов, потому что пресвитеры не рукополагали епископов. С другой стороны, и пресвитеры назывались епископами, так как и они, очевидно, наблюдали за народом, чтобы очищать и просвещать нуждающихся. Почему же он теперь пишет к Клиру, чего в другом месте нигде не делал? Потому что они сами послали Ипофрадита, который принес апостолу потребное для него. Вопросы, если есть, задавайте. Ипофрадита, я как понимаю, это надзиратель, смотрящий за порядком. Тогда, в то время, не было. А пресвитер тогда, кто? Какой есть у нас перевозки? Пресвитер – священник. И в то время, вот, пишется, что не было различия. Пресвитер мог быть епископом, а пресвитер – пресвитер. Пресвитер – священник, я так понимаю, это слова синонимы. А вот епископ уже в поздние времена, это как горе высокое у него. И здесь, правильно, с епископами и я, там, я просветуров не перечисляю почему-то здесь. Интересно. Геннадий Тихонович, что вы можете по этой иерархии просветить? Можем бы что-то сказать, если бы был там рядом Павел. Но так как его нет, то лучше промолчать. Вот и правильно. Филиппейцам 1.2 «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Полкование. Принадает обычное приветствие, желая им быть исполненным благодатьем, чтобы они не превозносились друг перед другом и через это не лишились мира и единодушия, потому что благодать получают те, которые свободны от гордости. Филиппейцам 1 глава 34 стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою». Полкование. «Всякий раз, как вспоминая о вас, говорит апостол, а это я делаю всегда, я прославляю Бога за то, что вы столько успели в добродетели. Но, несмотря на то, что вы так славны в божественном, я не перестаю молиться о вас, но молюсь за всех, чтобы вы еще и еще преуспевали». «Так как можно вспоминать из печали, как, например, говорю в другом месте, от великой скорби и стесненного сердца, я писал вам». 2 Коринфянам 2.4. «Почему воспоминание с радостью есть свидетельство о их добродетели?» Вопросы? Ну, тут вроде все понятно. Филиппийцам 1.5. «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Полкование. «Здесь свидетельствует тема великом и истинно апостольскому в деле». Он говорит, что сообщники и соучастники не в труде благовествования, не в то или другое время, но с тех пор, как уверовали даже и до ныне. «Как же вы участвуете, посылая мне все нужное и заботясь обо мне?» Потому что кто содействует и помогает всевозможным образом трудящемуся в каком-либо добром деле, тот является участником его деле. «Так те, которые заботятся о мучениках и те, которые объявляют всякую заботу о ней и у подвижников, и те, наконец, которые учителям дают возможность не отвлекаться, становятся участниками их венцов. Вопросы? Я хотел спросить, а учителя можно выучить на учителя? Вот в православии сейчас очень много в гимназии преподают православное вероисповедание и так далее. Или вот готовят учителей. Учителя, они должны какими-то критериями обладать. Или, допустим, как вот сейчас синонаристы учатся на священников, и почти все становятся священниками или идиакомами. То есть вот этот институт становится вообще неинтересным. Вопрос понятен, но во всяком случае я не знаю, как на него ответить. Можно ли выучить на учителя? Вот Игнатий Тихонович параллельное такое тоже мыслью говорил, что невозможно создать миссионерские отделы. То есть это делает Дух Святой. А вот учителя, если миссионерские отделы невозможно создать, то и учителя, наверное, это работа Духа Святого. То есть он должен сам в поле очереди. А как критерии? Я хотел пример сказать еще, пример. Допустим, сейчас вот у нас очень слабо знают историю. Не то, что ее не могут рассказать, а сами запутались в этой истории, в общем дело. Политика вмешалась. И последнюю историю, допустим, ну, начиная там от последних историй и до сегодняшнего дня, ее детям никто не расскажет, как следует эта история. Даже самые лучшие учителя. Потому что они вкладывают в политические дебаты. Вот сейчас вот идет вот в нашей стране охрана не на ладо колено, как говорил пророк Илья когда-то еврейскому молоду. С одной стороны, Сталина, Ленина, документальные фильмы снимаются, есть хорошие такие публицистические передачи, где рассказывают всю правду, как все было. И в то же самое время идет какая-то завуалированная такая, как бы их же пытаются реабилитировать. 9 мая, это тонкая реабилитация Сталина. 9 мая. 1 мая, день труда. Да это опять коммунизм возвращения. Тогда и праздновали вольпруги и умовщиху. То есть понимаешь, с чем делали? И поэтому отсюда получается, что человек, который идет против течения, он героем должен просто быть. Потому что его везде гнать будет, когда он будет говорить правду. А правду нужно учить детей наших, чтобы они могли дальше не совершать ошибки и себя самих найти в этой жизни. Причем во Христе. А это вообще очень сложно. Потому что у нас атеизм, он в крови уже засел. Все-таки почти 100 лет нас этим атеизмом не выжили. Поэтому у меня сомнения такие, что можно его учить на священника, можно его учить учителя, который может преподать истину православную. Даже здесь, допустим, вот как относится этот человек к старообрядцам? Старообрядцы везде это как расходники. Расходники, все. И никаких. А зарубежная церковь покаилась в 2003 году перед братьями. Не за то ли нас гнали? Написали, там, 13-е теория, подписи поставили. И метрополит. А в московской патриоте, там, о них нету такого понятия, чтобы перед ними каяться. Все это. А отсюда очень много неправды возникает. Ну, это понятное такое. Игорь Атихович, как Вы считаете, вот учителя в церкви, можно ли на них выучиться в духовном семинаре? Или же все-таки, как вот Писание говорит, Бог одних поставил учителями, других апостолами, третьих, евангелистами, выучиться можно учителю. На семинарии что выучат? Семинарии. Семинарии учат, как вы говорили, оправдать любое беззаконие. Все. Учитель, если он думает учиться, пусть берет и считает из святых отцов. Больше учительства нигде нету. А то один отвечает, спрашивает, а то ничего не знает. Пока он рот развивает, уже пять секунд прошло, а ты сидишь, время тратишь. Люди, которые сами собой занимаются, иногда по три класса в один год кончают. У нас преподавание-то неправильно. Уровневого нет преподавания. Если человек идет быстро, ему другая программа должна быть. А самым отсталым равняется-то не на вперед идущего, а на отстающего все. И поэтому плетутся, ногами идут. Потому что подтягивать намного труднее, чем под отстающего, подноровить. Это там плетись и все. Вот директор 68-й школы здесь, Торшин Виктор, вот он как раз эту систему-то все разрабатывает. Так, естественно. Учителю можно выучиться. Почему нельзя? Выучатся же учителя, педагогический университет, заложит туда только другую программу. Я говорю, на миссионера нельзя выучиться. На благовестника можно выучиться. На учителя. Мы все учителя друг другу, для самого себя. Ты считаешь, вот возьми у нас, сколько рядом есть, ну, рядом около меня там Володя, Никита, Роман. Вот. Больше всех знает Никита. Самые простые вопросы, кажется, задаешь, другие не знают. Я тебе буду задавать вопросы. Ты на один раз ответил хорошо, на другой, третий. Я буду говорить. Вот человек это знает. Это по священному писанию. Да и мирские иногда вопросы задают. Надо много учиться. Много. И делались иногда учителями, вообще ничего не кончая. Сами, самостоятельно. Почему? У него тяга к этому была. И он даже бессистемно считая, многое знает. Многое. Разговариваешь, просто трудно найти границу, где он ничего не ответит. Дядя Гоша у нас был, Георгий Иннокентийович Лютых. Слепой в шесть лет. Шести лет слепой. Полностью нет глаз. Нету, в ямке одни только. И даже поехал он к отцу Геннадию, прослышал по нему фасту, а преподаватель Томского университета, теперь магист богословия. И он, говорит, не мог найти границу его знанию. И я у него и был. Он ко мне приезжал. А он не учился нигде самостоятельно. Любую поэму считает. Редких поэтов. И наизусть буквально знает. Жития святых. Какого числа? Я никогда не знал, какого числа. Мне надо посмотреть. А он знал, какого числа у них. День памяти. Богослужения все знает. Учитель. И там приехал и аромонах тот был, Глушенко. Вот. Вячеслав. Никодимом стал. И он его раз за другой осёк. Он там неправильно делал. Ты добился, что его выгнали оттуда. А он ушёл к богородичникам тогда этот. Вячеслав-то. Никодим. Научить можно, и нужно, и необходимо это. Мы это и говорим. Притом все. Где ты есть? Ты тьму просвещай светом познания. А если так говорить, а апостол учителя? Ну так. Я тебя учил. Или говорит Соломон, я тебя учил. Говорит Давид, учил. Да. Это слово учить постоянно свидетельствует о том, что это были учителя. Для нас учителя какие? Кирилл и Мефодий. А что они, учились специально этому? Нет. Я просто по себе знаю это. Вот ко мне приезжают и профессора там были. А где вы этому учились? Где? Едем. Заместитель главы администрации края. Он теперь председатель законодательного собрания в Алтае. А где вы этому учились? А я даже не считаю, что еще особенного. По детям там. Где-то я узнал в Англии, вот это в Австралии, вот это в Японии. То есть считая их литературу, обхождение с детьми и проще. А можно все закончить и быть... не все знает. Так что вопрос поставил, теперь начинаю. Готов учителей. Кого? Ты даже собаку учишь, людей ты там по данному научишь. У тебя собаки как-то ухо положь, как они мертвые лежат. Нам с православным это легче, они как мертвые уже лежат. Вкладываем только на боку. Главное, чтобы человек никогда не возгорался, не высушив, не давал ответ. Чтобы его это не трогало. Обозвалить, притоптали, тебя присыпали золой. Это ничего не значит. Никакой. Ты в это время обдумывай, а как бы поступил Павел здесь или Златоуст? Как бы поступил здесь вот тот-то, тот-то? Я вам дорогой говорил, а если бы с вами ехал с нами Михаил Кальмаев, он поступил бы, ответил так, как ты или Третьяков? Вот надо учиться смотреть. Я всю жизнь учу. Петр Первый имел перстень, на котором написано «Аз требую учащих мя». Я все время ищу учителей. Всю жизнь. У меня в жизни никогда не было рядом людей, от которых бы я ничему не научился. Вообще. Кажется, совершенно не три класса старушка. У нас ведь Тоня была. Я еду дорогой, она со мной едет. Я все время записывал, что она говорит. И произношение, и все это на пленку записать. Желаешь учиться, тебя Господь будет поднимать все выше и выше. Вот и все. Переписывал 1,6. Будучи уверен в том, что начавший у вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Покрование. Благодарю, говорит, и радуюсь в надежде, что Бог, начавший у вас доброе дело, сам и будет совершать его, потому что по прошедшему я заключаю и о будущем. Ах, как здорово. Посмотри, как он научает их думать о себе скромно, когда приписал все Богу, а не им одним. Впрочем, этим самым он нисколько не лишил их почести, поскольку он сказал начавший у вас, то есть по вашему желанию, если бы не было со стороны человека желания, то и Бог ничего бы не сделал, потому что если бы он безусловно действовал, то ничего не препятствовало бы ему действовать и в выленных, и во всех людях. Итак, Павел немало хвалит филиппийцев за то, что они привлекли к себе благодать Божию для содействия не человеческого, но Божия. Вместе с тем и ободряет их, чтобы они не внивали, потому что если Бог совершит начатое, то не будет для них большого труда. даже до дня Иисуса Христа, то есть до пришествия Господа. Таким образом, говорит, я верю, что не в одних вас Господь будет действовать, но и в тех, которые будут после вас даже до скончания мира. Или же под днем Иисуса Христа понимать смерть каждого, то есть конец. Ну вот у меня такая возникла. То есть когда брат Игорь задавал такой вопрос, что можно ли выучить... Микрофон выключи, пожалуйста, фонит. И можно ли выучить на священника, я здесь сейчас читаю Боженый Филат, если сам учащийся не хочет учиться, а таких духовных семинар не кажется большинство, то молодые ребята, чего тут туда занесло-то. Невозможно научить, если сам человек не желает. А если он сам желает, он сам не научится. Сейчас информация доступна. Довида учись действительно. все время дорога едешь, когда раньше было в поезде, я много ездил-то, бесплатный билет был от моста поезда, в котором работал 140, и всегда что вы заканчивали? Я говорю, да ничего не заканчивал, нет, папаев рогожки видать, батюшка называешь, надо жить свято, жить чисто, не лукавить. У тебя на душе всегда весело, радостно, светло будет, а это научить. Ну, конечно, не хочет он так, про это, так и вопрос не надо ставить. А зачем ему это? Там экзамены есть, проверки, на уроках отвечает. Поставил раз, другой двойку, за хвост в яму, с Аким Адрома возиться, зачем он нужен-то? Если он не желает. Вот у меня летом была девочка в лагере, но видно, что она не желает. Я говорю, зачем же ты поехал в такой лагерь, где молятся все? Она стоять даже не хотела. Ну, деваться некуда. Ну, к слову сказать, в семинарии Виктор Савченко учился там, и делился там, что происходит. И очень многие не желают учиться. Это видно на экзамене. Они там с подарками приходят к учителям. Ну, поставьте там троечку. И те ставят. Ставят. Нету никакого жесткого, как говорится, принципиального отбора. Но это плохо. И вырастает балда. А папе балде, как Пушкин пишет. Зачем он нужен-то? Вот и получается, да, басни потом идут толоконные вот. Он не хочет учиться. Троечку поставьте. Так тройку-то надо заработать еще тройку-то. Тройка это тоже государственная отметка. в любом деле. Человек не хочет тренироваться, на спортивные снаряды не залазит. Ну, куда он на чемпионат? Кто пошлет-то? Чего смеяться здесь? Он не знает, что делать. А экзамен-то покажет. Одно дело говорить. Как хочешь, не хочешь, ты пришел в армию. Суворово почему не было отстающих-то? Все бегали. Все штурмовали Измаил. Ну, даже страшно это слышать. А ты для чего там нужен-то? Руководитель-то? Ну, если он не желает-то? В армии порядка нет, значит, ничего и нет. А ты посмотри, как они тренируются, которые идут-то вперед, как разные горные там части бывают. Штурмуют они на вершину и идут, как по земле, по ровному месту. Пушку туда тянут. И поэтому победа, она обеспечена им таким. Почему Александр Македонский так много завоевал? А как они тренировались? Они все воображали, враг сильнее меня, должен победить. А сейчас не так. Почему Емельяненко Федор такой сильный? Разные варианты. Почему сейчас показан документальный фильм про Александра Ивановича Покрышкина, трижний герой Советского Союза, летчик-то? Он все полеты разбирал, если ветер оттуда, солнце с другой стороны, а нападают семь самолетов, откуда, кто, и он сидел с самолетиками играл, и поэтому ах-тон-тах-тон Покрышкин, когда кричали немцы, они переговаривались раньше своими фамилиями, это русский самолет, это ведущий и ведомый, который сзади прикрывает его, и боялись Покрышкина, тогда стали им номера давать, по номерам называть, он все время работает, он молчит, а сам свое дело делает, почему сколько было астронавтов, а на Луну первый Армстронг, первый, Нейл Армстронг, потому что, говорит, мы уже давно домой пришли, а он все тренируется и тренируется, разные варианты, этот вариант, один из них, который он механически делал, спас жизнь и всю программу Аполлона, например, это наши сегодняшние жители семьи дают эти примеры, видишь, как вот, особенно с Крымом как разделались, смотри, никто не ожидал ничего, бац, проголосовали мгновенно туда, захватили все, почему, Крым-то всегда русский был-то, а-та-та, Хрущев, самодур, бесноватый, откинул его в Украине, для Нины Петровны, и вот это была одна из прекрасных операций, или вот это соединение с зарубежной церковью, это путинская идея-то была, тут архиереи-то тут никакой роли не играли, это он подал, а они кинулись тут к нему, а как будет в церкви, там что будет, как будут одно другое уничтожать, его это не касается, все, у него пункты КГБ во всех странах, 362 пункта в один день, это вообще величайший, вон Джордж Буш так приехал и говорит, я рядом был с Путиным-то, я ему в глаза заглянул, и что бы увидели, стопроцентный КГБист, он в глазах у него увидел, он работает, работает то, что по-государственной, а ты для Бога так работай, для Бога, что бы ты ни делал, везде поставь на первое место служение Богу, ты отойдешь, ты с чем явишься-то, это Богу надо или нет, что мы делаем, как Бог на это посмотрит, сердце приложено, нет к этому, вот так, талантливо надо быть везде, таланты Бог дает, вперед, Филипицыум 1.7 Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих благодати, полкования, я, говорит, убежден, что вы до конца прибудете таковыми, и я думаю так о вас потому, что всегда имею вас в сердце и знаю ваши хорошие дела, знаю, что вы стараетесь и в отсутствии моем быть соучастниками мне в благодати, благовествования и уз, в благодати, благовествования и уз, поэтому справедливо я делаю такое заключение о вас и поначалу сужу о конце. Какая же похвала для филиппийцев в том, что они заключены в сердце Павла, который любит не просто, но с рассуждением и только достойно. Даже и в то время, говорит, когда я защищался перед народом, вы не вышли из моей памяти. узе и скорби он называет утверждением благовествования. Но можно назвать так и самое защищение, потому что очевидно, если бы он не был убежден в несказанных воздаяниях и неизреченных благах, то не был бы заключен в универе, не подал бы не подпал суду жестокого Подпал, а не подал. Не подпал бы суду жестокого Нерона, если бы не предвидел иного царя более верного непрочного. Итак, скорей его суть отверждения благовествования. Здесь апостол показывает, что он не без основания любит их. Потому говорит, я имею у вас сердце, что вы участвуете со мной в этой благодати. То есть в скорбях и вузах и не только ревностно старайтесь не отпасть от нас в скорбях, но и быть соучастниками воспитания, которые мы терпим ради благовествования. Что узы благодать это явствует из слов Господа. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя соглашается в немощи. 2 Коринфянам 12 9 Или еще лучше, как он в дальнейшем говорит, вам дана благодать страдать за Христа. Заметь, он не сказал участников, но все участников показывает, что и он сам участник другим. Как и в другом месте говорится, что я сделался соучастником благовествования. То есть, чтобы я участвовал в благах, которые предназначены правозвестником Евангелия. Вопросы? Игорь Тихонович, есть что добавить? Добавить нужно вникать в слова, даже тут все без толкования. Какие слова правозвестником Евангелия? А как правозвещать-то, когда наизусть ничего не знает? Значит, нужно знать. Это научиться можно. Все время тренировкой, запоминать, на молитве везде слово Божие. Вот мы не стыжусь называть нашу общину благовестническую. Люди, которые занимаются словом Божиим. Да некоторые вообще ничего не знают. Все равно многое они слышат. У нас на каждом богослужении две проповеди Яна Златоуса. Он-то не говорил по две. То есть наши прихожане слышат в два раза больше, слушатели Златоуста. Все везде направлено к одному знать Писание, нести людям, проливать этот свет. Какие бы у тебя не были невзгоды, болезни, а ты трудись. Вот я сегодня наткнулся на ролик Сергей Козлов парализованный во славу Христа. Нашел какого-то этот лежит уже 14 лет парализован, а тот 24 года, другой новый-то. И Сергей ему говорит, вот учитель настоящий, как он говорит о болезни, обо всем. Это благодать Божия на нем такая. Это священники редко он разговаривает со священниками, к нему приходят и видят, что они никогда не будут на этом уровне. Они боятся всего. А он не боится, открыто все говорит. Представьте себе, какой он талантливый. Написали с матерью заявление о принятии в общину Потеряевскую. Притом не какую-то общину жить Потеряевке, а пока здесь, чтобы во всем быть Бог свидетелем, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Толкование апостолов призывает свидетелей Бога не потому, чтобы он опасался недоверия, но потому, что он не может выразить слово словом свое великое душевное расположение, предоставляя это Богу испытывающему сердца. И это есть явное доказательство его истинности. Потому, что если бы он его искил, то он не призывал бы свидетелей Бога. Сказал любовью Иисуса Христа, то есть не ради чего-нибудь человеческого, не ради того, что вы прислали потребное для меня, но любовью ради Бога. Или сделавшись вашим отцом через веру во Христа, я люблю вас любовью не плотской, но той, которую дает Христос своим истинным рабам, рождающим ему чад Евангелия. Всех я объемлю великой любовью, потому, что все вы таковы. Это да. вопросом. Писем 1.9 И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. толкования. Хотя он и любил столько, однако желает еще больше быть любимым, потому, что свойства любви никогда не останавливаются. Брати внимание на его оборот речи, который он более усиливает, когда говорит еще более и более возрастало. Говорит так с тем, чтобы не его одного любили, но и других. Далее. В познании и всяком чувстве. То есть, чтобы вы любили не просто, но с рассуждением и уверенностью и испытанием, потому, что есть много таких, которые любят безрассудно. Отчего такая любовь и не бывает прочна. Или чтобы не любили еретиков. Вопросы? Вот у меня вопрос по толкованию. Или последнее. чтобы не любили еретиков. Как-то вот непонятно мне тут вроде говорится о молитве, о любви, познании. Вопросы непонятны предложения самому не любили еретиков. Как понять это? В чем не любили? Не становились еретиками? Ну видишь, тут вот такой еще последнее сейчас. То есть чтобы вы то есть это написано в познании и всяком чувстве. И дальше это расстолковывается. То есть чтобы вы любили не просто, но с рассуждением и уверенностью и испытанием. Потому что есть много таких которые любят безрассудно. Отчего такая любовь не бывает прочна. или чтобы не любили еретиков. То есть испытывайте духов от Бога или они, а то бывает и безрассудно любовь. Он тебе льстилые слова говорит, как в любой секте-то они льстят. Вот станут уже учителя, которые льстили бы слуху, дабы увлечь учеников за собою. А ты смотри, куда он ведет-то. За собою или ко Христу. Вот поэтому нам, наверное, предупреждает толкователь. А как же любить врагов? Любить врагов? Ну вот они дальше православные это располковывают. Враги делятся на четыре категории. На три, на три. Личные враги, враги церкви, враги божьи. И вот начинают, наверное, если не согласен. Ну, с эритиками обращайтесь к росткам, дабы, ну, не так, что, а, горите их в шею. То есть не любить эритиков, это значит не участвовать, ну, быть бдительными, я имею в виду, чтобы не склониться в вере. Игорь, не развязывайте, что на их красивые слова, вот это вот. А если сами сюда не подходите, будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Игорь, поставь свою фотокарточку, тут у тебя как атомный взрыв какой-то. Да это роза, роза просто, это Маринин сайт, у меня-то нету скайпа, у меня нету интернета. Как, ну ты перевези на себя, ты же мужик. Я пытался, тут у нас перебивается все на одном компьютере, то мое выскакивает, то ее потом теряются пароли, замучишься с ними. Я это не люблю, когда что-то вместо себя ставят, все это обман. Но не с этой же розой, которая похожа на атомный грипп, я знакомлюсь-то. Я их вот сейчас сначала перебиваю, 400 человек, у которых не их фотографий выкинул из друзей. А один раз посмотрю, они меняют. Принимал человека, а там какая-то финтифлюшка стоит, то икону, какую-то непонятно от кого машину, что полторы тысячи почти друзей выкинул. Ну, поставить-то можно в себя. Какое отношение к тебе это имеет фигура-то никакого? И разное там пишут. Ты напиши прямо как. Пушкин там, Путин, чтоб видно было. Что значит не любили еретиков? Не любили еретиков, не принимали от них. Даже если он тебе будет где-то помогать, и ты останавливай его и покажи, что ты не задабривай меня, ты сначала прими истину. А он скажет, да я не так. Ну, тогда можешь разговаривать. Он заблудился, подскажи ему. Он говорит, или, то есть, второе толкование. Первое, чтобы любили не просто, а с рассуждением. Что значит любили? Я ему предпочтение даю перед другими, я его принимаю в дом, я ему каждую новость несу, хочу, чтобы он был выше. Вот это первое, чувство, чтобы тебя было не испорчено. Или другое толкование, чтобы не любили еретиков. Не любили. Так еретики, они везде, везде, и особенно в интернете, а ты не люби. Строго ему покажи, а он там будет тебя сектантом обзывать. Ну, ЧС дай ему, и все на этом. Надо серьезно, границу провести. Он еретик, начинает молоть, а ты скажешь, вот толкование, святые отцы. Да что, святые отцы, кто как, больше не разговаривай. Один раз сказал, он лезет в другой. Я в два раза не повторяю. Я его сразу вычеркиваю, зачем он нужен. У него ничего нет, он ничего не желает. Такие огромные ресурсы. Вот сегодня один выставил, заходит, Артур, Алехин. Я его не знал никогда. И уже четвертый ролик он поставил о нас. Отдельно про Романа, отдельно про Никиту, а Виктор сидит и говорит, ну, теперь следующий про меня он будет. И он берет, что, нападки, какие на тебя делали. А он их разъясняет, что несправедливо. И вот на меня говорят, он такой-то там зэк, а он это узнал, все, и ролик поставил. Теперь ролик поставит, мне сообщает, чтобы я его перекачал себе. Он у меня есть, а там он его уничтожает. То есть, работает он. А я теперь до обеда только сидел с этим роликом. 30 комментариев дал на него. 30 комментариев. Притом, старался размер, чтобы вошел чуть больше, уже система не пропускает. Буквально все. Если кто-то зайдет на этот ролик и комментарий прочитает, ему больше ничего не надо. Он уже прежним не будет. Врагом нам не будет. Я десятки, десятки мест привел, как в жизни приходилось, почему Бог позволил торжествовать, победно пройти. Все абсолютно. Вот первый раз только 30 комментариев дал, представь, не две срочки, каждый комментарий прям в полноте, с разверткой. Зайдешь и увидишь, он стоит, бритый такой, парень молодой. И такие отношения связали, как будто бы мы всегда знакомы были. Нет, он опять что-то спросит, я ему скажу. А такое было, это он меня толкнул. А если у вас какие-нибудь дневники, или что-то, ему надо найти. Я говорю, дневники у меня за 60 лет, я каждый день записываю. Но более подробно, это вот для слова Божия нет уз. И он оттуда только и сразу начал. Вот его, на меня говорят, он там зэк, он такой-то там. А он посмотрел, а вы знаете, за что он судим был? А вы знаете, я сам себе так, говорится, не сказал. Он объясняет все. Пожалуйста. Вот Бог дает защиту, я его не искал. Игнатий Тихонович, а мы вот сегодня с Игорь Андекуновым просто смотрели, почему он говорит, что три раза вы сидели в тюрьме? Ну, почему он говорит? А когда спрашивает так, почему она написана, я тебе скажу. Мария говорит, при рассвете пришла, в другом месте, другой евангелист говорит, когда темно было, а третий, когда солнце взошло, как было? Она три раза бегала. У меня в 80-м году брали, вот пишет про психиатрию, это к 80-му году относится. А суд был, с судом загремел, в 86-м, а до этого-то сколько было-то? Он и берет то, что просчитал. А суд, чтобы так вот был, с вынесением приговора, один раз было, а то-то по мне же все это прошлось. Когда ты сидишь, ты не знаешь, посадят или нет. Человек, когда осудят, он успокаивается. Это у всех так. А до этого, там сколько треволнений каких. И меня возят, кемерово, везде проверяют, судят, допрашивают. Кончилось, говорит, в связи с изменением обстановки. Какая формулировка, то почему меня выпустил? Изменение, какая обстановка? Олимпиада в Москве закончилась. Тогда всех подбирали оттуда, чтобы в расстоянии, там, 300 километров, ни одного не было, тех, кто может что-то сказать. Изменение обстановки, а я тебя расстолковываю, тебе сразу интересно будет. Неужели советская власть так боялась? Боялась, как огня. И это не помогло нисколько. А теперь пишут, благодаря таким, указывает на меня, расшатывались устойки коммунистического режима. И он рухнул. Моя строчка там записана, оказалось. вот он считает, вот когда мы считаем, он говорит, 14 поколений до Вавилона, 14 до Рождества, а там 14 нет, а только 13. Что думаешь, Матфей писал, он не знал до 14 считать-то? А ты толкование дает, говорит, из самого пленения, он считает, из нас до поколения. Вот толкование какое интересно. Так 14, 13. Ну, ты вот скажи, сколько всего апостолов было? Я тебя спрошу. Сколько? Ну, еще молчишь-то, учитель, Израилев. Давай, брат Сергей, отвечай, сколько апостолов, которые апостолами называются по священному писать? 12. 12. А говорит, а дальше избрал еще 7, 10 и послал по 2 апостолов. Ну, сколько получится? 82. 82. 50 до 20, это 80. 50 до 12. Сколько избрал там? 70, да, А еще апостол Павел туда не попадает. Прибавь еще одного. Матфей. А? 83. Вот так. Матфея еще. Нет, это все там, эти входят туда. Именно так. На его место избрали. Матфея. 83 апостола, да? Да. Артем-то считал, вы-то на самом деле два же срока отсидели, а он третий сказал, что суть там был первым. Я на этом по сроку считал. Имеет это какое-то значение или нет? Нет, конечно. Я ему даже сказал, мелкие неточности никакой роли не играет. Он сделал еще несколько таких, как бы говорится, проколов. Никакой роли не играет, ни на спасение, ничего. Я поэтому даже не замечаю этого. На этом акцентировать не надо. Что он считает? Считает, что меня арестовали, я там сидел. Спрашивает иногда, много ли время надо сидеть, чтобы понять. Я говорю, три дня, трое суток. Но не говори, что это закончится все. Вполне достаточно. Так. Филипичем 1.12. А почему 1.12? Так, стоп, подождите, да. 10. 11. 10 считай. 11? Нет, 10 еще не прочитаю. Прочитай же. Да ну ладно, ладно. Давай, считай 10. Правильно, 10. Филипичем 1.10. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непроткновенны в день Христов. Толкование. То есть полезно, если вы любите благоразумно и с рассуждением, то вы можете избирать полезное и распознавать, кто достоин любви, то есть верных, и кто не достоин, то есть неверных. Но как же говорит он в другом месте? Будьте в мире со всеми людьми. Римлян 12.8. Во-первых, он мне безусловно сказал, но с ограничением, если возможно, будьте в мире со всеми людьми. Затем иное быть в мире и иное любить. Первое значит не враждовать, а для любви требуется душевное расположение и как бы слияние и кождество в нравах, чего не следует оказывать по отношению к еретикам. Ибо если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Мафея 5.29. Я говорю это не ради своей пользы, но для того, чтобы вы под предмогом любви не приняли какого-либо ложного учения. Сказал, чисты это перед Богом, непреткновенные это пред людьми, потому что хотя дружба суетиком и не приносит вреда тебе, но соблазняет другого. А если ты соблазняешь своих братьев, то как же явишься чистым в день Христов? Ну вот теперь все понятно. Что значит любить и быть умилей это разные понятия. Для любви нужны трепетные чувства, душевное расположение. А чтобы не враждовать достаточно просто терпеть ему и не делать ему зла. Но это не значит, что ты можно быть с ним в мире, но не любить. Ничего в этом такого криминального нет. А как сказано любите врагов, любите врагов это значит будьте с ними в мире, не враждуйте против них, а не так, чтобы их прям душевное расположение к ним рассталось. Володин враг, дальше пояснение, накормить жаждет на пол, не дай ему с голоду умереть, на этом твоя любовь заканчивается, все. Вот мне говорят, а если бы от вы пошли малину то брать у нас где, а там лежит раненый под кустами чеченец, который там сбежал откуда-то, и он участвовал там в захвате Беслана, ну подвижник за Шамиля Басаева, то как бы вы к нему, я бы сначала палец так приложил бы поперек поперек губ своих что-то дескать молчи и потихоньку подошел к нему, потому что я же не один там ты с собаками тебе бы я дал сигнал ты собак отведи пока чтобы не было я никому бы не доверил его и я бы вроде малину собираю а сам оклоненно клонился и скорее бы людей увел увел в сторону на другой участок и домой а ему бы сказал лежи здесь не бойся я тебя не выдам я бы пошел набрал все дальше на велосипед пошел кататься пришел бы его накормил вечером принес бы одел тут может бы даже земляночку выкопал там я знаю где можно ему спрятаться но оружие при нем автомат там гранатомет я бы все этого отнял сказал вот условия тебе и я помогу тебе доехать согласен помогу отправлю то есть вот как я заранее проигрываю такой вариант а может быть да все может быть и ты дай мне слово что больше убивать не будешь никого и тем более русских ты все же в российской федерации находишься и все а я приложу все силы а меня узнают что помогал ну расстреляют вместе тут уж я знаю на что иду но я бы до конца заботился чтобы даже лицо ему перекрасил чтобы белый был вот так счетово там у тебя спикало давай тебя не слышно сергей слышно да хочу тут исчез то ты вот так давай я вот тебе говорю как есть когда доделал это дойдет так чтобы знали как поступать хорошо хорошо филиппийцам 1.11 исполнены плодов праведности Иисусом Христом славу и похвалу Божию толкованием то есть чтобы вы сообразно с правотой учения и жизнь вели безукоризненную под праведностью апостола разумеет всякую добродетель или в частности милосердие о священца спас не говорю чтобы вы исполняли добродетель или милосердие несовершенно но чтобы вы были исполнены ими а так как и эллины думали приписывать себе добродетель или милосердие то он и прибавил Иисусом Христом так как их дела не по Христу но ради тщеславия и человека в Боге славу Божию то есть а не во славу меня которой научаюсь ему вам не должно препятствовать славе Божией вместе с тем он и ободряет их как бы говоря что Бог будет содействовать ним в деле которое они будут совершать во славу его вопросы идем дальше филиппийцам 1.12 желаю братья чтобы вы знали что обстоятельства мои послужили большему успеху благовествования толкования повидевому филиппийцам узнав что Павел связан беспокоились как бы это не послужило препятствием проповеди Евангелия поэтому чтобы уничтожить это подозрение Павел говорит что узнав не только не воспрепятствовали моему благовествованию но напротив послужили большему его успеху это комментарий Игнатия Дихонча Лапкина вселенский учитель Павел и Старцы говорили о себе что у него множество забот о церкви но среди этих забот на первое место была выдвинута забота о проповеди Евангелия на препятствующих проповеди он смотрел как на врагов Божи которые обязательно непременно будут наказаны Господом Богом 1 Фессалоникийцам 2.16 которые препятствуют нам говорить язычникам чтобы спаслись и через это навсегда наполняют меру грехов своих но приближаются на них гнев до конца Макфея 23.32 дополняйте же меру отцов ваших главной его заботой было в любом деле как бы это не послужило препятствием проповеди Евангелия это должно стать заботой каждого священнослужителя каждого христианина Игнать Тихонович Вам слово Я уже впереди то слово и сказал свое главное препятствие и поэтому кто бы он ни был патриарх или кто будет мешаться на пути мы не можем на его сторону склониться вот мое слово как раз я и сказал его остаюсь при прежнем мнении мне говорят а вы против монахов нет я за монахов но только чтобы они были для проповеди одиноки моно-один монолитное устройство а они-то наоборот идите по всему миру они заперлись идите к нам ведите и кормите и забота тащит вам приход как отправляет священник на приход посылает вот мне сейчас написал один а у вас как если вот я приехал там приход найдется ему кормить все надо что значит приход ну добивайся статус начинай селения строить ну начинай работать вот тебе и доход будет будут люди все равно тебя прокормят ничего не сделала уже заботиться о достатке это не на первом месте и даже не на втором первое это благовестие должно быть а если тебе ничего не будут давать а чем мне дают 54 года и мне никто ничего не давал никогда за то что я проповедую бесплатно везде где бы ни преподавал вел занятия писал материалы книги нигде ни рубля за всю жизнь перед богом все десятины я ничего не имею от каждого все пустить на благовестие а бог возьмет о тебе заботу так вот все сделает и умудрять будет вот сейчас мы приехали рыжковский пруд они упустили два метра воды ушло примерно представь себе озеро полностью и они ничего не сделали а я приехал посмотрел делали абсолютно неправильно они с той стороны дыры затыкаете затыкать не надо надо дамбу возводить другую и поднять до уровня а почему а я посмотрел подводная лодка когда затонула и надо через торпедный аппарат воды напустить в отсек чтобы не ниже этого было и тогда в нее залазить и по воде ползти туда иначе выдавит вот как ну никогда не глубокое место и это мы сделали и все успели сделать за практически за один день полдня один день полдня другой бог умудряет а делал когда никогда не делал так мы еще пять запут успели сделать на одной плотине пять где они прогрызли и везде возвели о беда то какая и все господь умудрил а это сложно а бог а бог и весь ответ потеряю какие-то свадьбы готовятся 200 человек приглашено на свадьбу вот как вот как бедно живут пошли дальше да филипписям 1.13 так что узы мои о Христе сделались известными всей притойи и всем прочим толкованием то есть хотя я и связан но говорю с еще большей смелостью или молчу но проповедь моего достигла даже до самой притойи то есть самого двадцатого царского и распространилась во всем городе и это совершилось по Христе то есть это не мое дело но Христа или узы мои о Христе то есть узы которые я терплю за Христа так продолжаем филиппийцам 1.14 и большая часть из братьев в Господе ободрившись узами моими начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие о Коване и прежде они смело проповедовали теперь же еще больше видя меня смело проповедующего хотя я и вузов ибо когда они увидели меня вузов то еще большую почувствовали ревность в проповеди а так как Павлу казалось слишком сильным сказать я их воодушевил то прибавил в Господе и так если находящиеся близко к моим узам не смущаются то восприемлю большее дерзновение то тем более прилично это вам небольшой комментарий Игнатья Тихоновича Лапкинова такая ситуация в России во время разгула НКВД была даже немыслима и опять же вина священников в том что они не приучили свою паству любить Библию и проповедь да ну вот тебе доказательства учителя не скажи это скажет а вот как вот у нас бывает епископ бывает митрополит вот сейчас только прошлое воскресенье 14 мая был митрополит Алтайский Барнаульский и когда сидят сядут за стол ну я как-то пораньше успеваю поправиться с едой я встал напротив его он в углу сидит и стою не разговариваю и уже все замерли а он меня не видит и батюшка ему потихоньку видимо оттолкнуло дескать посмотри тут перед тобой стоит на вытяжку то он увидел о вот залубался сразу я говорю можно слово сказать да конечно благословил сразу вот и все а рядом сидят окончившие академию никого не просят почему оригин не имел ничего что они имели а у оригена были ученики самые большие такие как там григорий богослов другие учились у него только бы не завести туда куда он завел стал придумывать там чего писания нету один из самых умнейших людей тысячелетия в духовном плане вот я просто пример беру а почему господь так делает ему интересно очень и мне говорят ехали говорит вот послушали проповедь как вы подошли все так мягко 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 пригладили потом раз и сказали так чтобы сначала то слушать может не стали а тут еще и продолжение просят сказать ну вот это тактика подход как именно ну не просто так а он мне разрешил я сейчас нахамлю ему да уйду это нет и дальше как выходит на улицу прощаемся видно что его я не оттолкнул этим и батюшка наш служба то идет а вышел считать златоуста златоуста Игорь Глушков то и считает хорошо внятно громко но это же долго сама служба то долго да еще пасхальная там ирмоса запевает и батюшка беспокоится ему надо чтобы было гладко чисто и вдруг вышел и видно я знаю что он хочет сказать а никто не решается прервать златоуста ну и он уже батюшка не вытерпел уже начал сам вонос лазить шагать сюда чтобы толкнуть Игоря кончая на этом а Игорь спиной стоит он не видит переживания батюшки а батюшке надо угодить митрополиту он приехал с дороги устал рано встал батюшка все делает правильно но я этим воспользуюсь и тогда Виктор Андреевич первый подошел и шапнул Игорь сворачивай и тот на полсловия закончил и все кончилось а когда стали говорить я говорю теперь воображение шестое качество любого лидера они еще не знают куда дальше то я пойду то и соглашаются я говорю а кого мы больше будем любить вот допустим воображаем что златовус мы можем подумать что он среди нас находится ну конечно а кто-нибудь посмелится его перервать нет конечно я говорю а я на архиерею смотрю а ты ради земного архиерея какой он и ты прервал божественного златоуста как они заулыбались он засмеялся архиерея я говорю и гоже ли это златоуста в угол загнали а этого архиерея я говорю а ему торопиться то и некуда машина уже рядом стоит пообедать минут 15 еще златоуста было златоуста отойди в сторонку тут живой архиерея а ты тут покойник тут мешаешься под ногами я когда развернул эту картину ну это я говорю а там-то было знаешь как экспрессия мне надо было до дела довести как любить слово божие это а вот Игорь-то Добунов все это увидел он все разобрал правильно абсолютно как мягко подошли вы прям кажется кошачьими лапками его задевали всех и все сначала они расслабились когда-то тогда я уже начал выдавать им по полной программе это все опыт и опыт этот никакого нахальства не было ты можешь разобрать прослушать эту проповедь за трапезой сидим и как я стою стою минуту другую третью архиерей он меня не видит он что-то и ел то плохо так задумался а уже все другие и батюшка ты меня видит это все надо видеть а я сказал Володя мы отдельные эпизоды литургии записывали нынче записать все а то бог его знает будет нет архиерей эпизодами записывали обедом за обедом батюшка тоже прерывает не подчиняйся спрячься под лестницу оттуда снимай ну так и сделали ролики отличные получились полные вот и они батюшка главное все понял я только приехал он сразу звонит а когда будет стоять если батюшка заботится о том когда будет ролик выяснится это уже подвиг для батюшки ого как он шагнул далеко ну и я уже знаю к нему сразу будут звонить и у него уже много знакомых в патриархии и эта молва пошла далеко далеко эта молва просто за океан шагнула и все считают и ко мне вот это да вот это сказал архиерея а я ничего не сказал я его не унизил никак он наоборот развеселился а Игорь заметил Дубунов он внимательный говорит смотри какой архиерея он даже улыбнулся и то знает где выберет и улыбка у него такая аристократическая мягкая ну не то что мы хороши то я говорю а то получится как у студента а как профессор он говорит последний экзамен сдам тогда скажу а то скажи а он вляпнет мне двойку так и здесь а я заранее говорю отношения у нас самые хорошие бог сделал так я патриарху Кириллу написал раньше я говорю вы поставьте митрополитом то вот этого он епископом тогда был то никого то многострадальным в алтайском крае то его поставили так этот владык это митрополит я в лагере был он мне какое послание это послал вы обо мне так сказали да я недостоин да он он начал прям самоуничижаться ну а потом обо мне то он дал какую характеристику русской народной линии когда запросили то его я ему как раз здесь на столе прокомментировал и не сказал что у меня нет никаких отклонений говорит а он сказал так канонических и догматических отклонений у Лапкина не выявлено я говорю а он опять заулыбался сидит я говорю какой ход то сделал не выявлено ну может быть он Лапкин совсем не такой но я дальше не мог его исследовать он скрылся как-то Лапкин и прочее я ему его слова расшифровал а он улыбается сидит но улыбается так что поцеловать хочет такая мягкая у него не слащавая а именно душистая улыбка у него он пасхальный какой-то наш архиерей и я его называю своим наш и нисколько не ошибаюсь наш потому что ну потому что наш не то что мы в патриархию перешли ну вот я говорю о том что как это что опыт это никак нельзя научить этому нельзя я один раз говорю говорил при местном нашем евтихии говорил там я рукоположил он приехал рукоположить специально чтобы был чтец чтобы я мог в храме говорить проповеди и я сказал об ефоде ефод название проповеди а он потом где вы это все взяли такое где у какого святого отца высчитал где он такого не считал я говорю где на молитве с лестовкой у меня один ответ я вот так перед собой потрясу лестовку то ну и лестовку то что есть вот оно где я тут все выпрашиваю вот как у меня как-то говорит и стихотворение а я ему дал тут они еще на отдельных листах он до утра не спал читал стихи чтобы мои стихи считать до утра это наверное один человек такой был вот так видишь как бог это располагает там и стихами то нельзя назвать но смысл то глубочайший заложен я могу на конкурс выставлять свои стихотворения вот порохом пропах ну еще дальше то пропах еще и все пропах и пропах душ развеяло все а у меня христос воскрес чтоб младенец до припева дорос вот это бог так сделал господом хвалюсь чтоб никто не подумал благодатью божией когда он немощному совершенно не имеющему не образования дает вот такое дело сделать сказать обратить и никакого у меня внутри чувства нет там гордости или что-то а с чего ради я знаю что не мое я ни одного стихотворения своим признать не могу даже ну что вопросы наверное у меня тут небольшой не сказать огорчение я когда выезжал то объявление сделал кому земля бесплатно нужна у меня перед домом тут земли много земля то хорошая много навозил сюда перегноя то есть навоза с потеряевки сажать то надо смотреть за этим и вот одна сестра наша подошла и но я даже что ничего не сказал ей все а у меня буйно растет куст ревенья богатая все время каждый день два листика отщипываю его а тут же растет репей репья щипнул крапива мелкая крапива возьму одуванчик и чеснока прихожу а мы это уже щавель растет прихожу ровное поле еще нету вот это да ревень там чуть-чуть остался и приехал то воскресенье мне бы на было датайка вокруг дома то обойти я посмотрел нигде ничего не думаю траву вынесли проходит понедельник я во вторник уже во вторник пошел вокруг дома то там где малина то а там ревень где бедный засохший валяется мой дорогой ревень то него выкопали перерубили корень и там корни пол руки толщина вот и а это вообще выбор что кое-как нашел назовавшище там в субботу дело тоже 20 лишним дня на солнце и меня это заело думаю какой форме дать это на собрание это воскресенье то не называя ничего а сестру то я знаю я не знаю может быть она не сама это дело может муж я думаю как мне составить то это вступление то что это не дружественный акта был мой крым отняли у меня я уже тут свое думаю как провести второй день думаю молюсь и пока нету любой вариант имеет преимущества и недостатки а меня недостатки не нужны не нужно обидеть не как это сделать то а то есть акт недружественный был мы не договаривались так что я а я сразу припомнил вишневый сад чехом антона павловича как разбирали там купили под слом так это я дал то землю то чтобы посадили а это посередине она растет она немного места занимает там ну совсем немного то но я теперь выкопал яму и все-таки ревень туда закопал и поливая его и поливая гляжу он начинает маленькая это зеленью наливаться там он крепкий он как хрен мы щавель то нашел я щавель валяется там ничего уже нету тоже зарыл и перегноя насыпал и каждый день бегаю смотрю вот такое дело она сильно-то трогать сестру никак не надо она хорошая но как то просто так оставить никак не могу я такой урок хочу из этого сделать вот ты давал мне собаку хорошая собака я выпросил с нами поехал кто один все равно а другой против был даже двое пол человека только за него но потом его все полюбили они нас над нами смеялись но приставь сливок далее мы разделили сразу сливки-то по 2 буду ты полторашки то я одну полторашку полтора литра сметаны сливок только этому урагану скормил а в германии были там какие-то это патусы за жар зажаренная или там туда того вкусно вкусно я с ним пополам яйца какие смятку все пополам так вы готовы все отдать сами дошли одни мощи и каждый день его вычесываю понимаешь как а если бы я тебе привез привез а ты буквально через короткое время чемпионом уже сделал что он команда то не забывал я его командовал его где отдыхали ты же видишь что он вот если с собакой требующий такое время до пораньше я на час раньше больше встаю в 4 40 вот и уйдем с ним занимаюсь сидеть лежать издалека подай голос уйду там на пол километра но посмотрим станут когда они я просто говорю ты мне дал и мне не стыдно было отдать я тебе отдал он ты его тащишь за собой домой он не идет я вижу тянется суда то есть никогда не надо терять доверие бог его знает как а тебе тоже разве неприятно было увидеть собаку к она как блестит ты увидел ее до коначал у меня такая раскормил его дескать ты же не в обиде была я тоже не знаю как благодарен ложимся спать полный покой заяц мимо не пробежит а это видишь как мой ревень мой щавель я тут чувствую себя помещиком надо маленькой с юмором где-то а вот с юмором как сказать в житиях святых выступает один с юмором то вы слышали я рассказывал андрей ткачев но ты сказал его ни один его не поправила я вижу неправильно говорит но сказать боюсь я его боюсь андреевку этого ткачева почему пока стоит на месте если я его строну и у нас и на меня кинется как некоторые однако разницы никакой нету я буду объяснять ему это может загореться то я очень неположительно отозвался вот а он говорит а вот житие есть как анекдот вот там была там больная ногами то и мужчина глухонемой он перепутал баба лежала больная она глухонемая была не разговаривала и там плиты то нагревается они там ложатся спят а этот рама это хромоноги мужчина то совсем на ногу не наступал то ну ковыляет кандыль и вот ему этот мина которая могила там была мощи то и говорит встань вот эту тетку то за ногу потащи он это еще я блудник какой что ли ты делай что сказали то и он подкрался к ней ночью то ухватил его за ногу то тетку то и потащил то так но и никто не брал она не троганная была это знаешь какие охота показать какая она она как взвизнула как зарала это пошел ты блудник пришел она забыла что глухонемая то она как на него он рванул как от нее забыл что нога то у него короче на полметра то его догнать не могут и сразу двое исцелились вот анекдотично такое но получилось то мужик убегал а у него получилось наоборот или вот афонских монахам записали как монахи там узнали как у них поют ангелы там ну записано такое то и вот спрашивает одного священника ну кто это пели то и он начинает говорит правильно а потом поволок и ну знаете это жития святых нигде не написано чтобы демоны пели они петь не умеют думаю ну какой же ты академию кончал что ты кончал то я не кончал ни одного дня я сразу выступил сказал ты жите авраамия прочитай авраамия марию он подпевал ему демон подпевал и подпевал так что небо с землей соединялось он вспомнил все это житие святых но это одно житие святых а их всего 1173 это небольшое житие его надо было запомнить и она у меня ждала своего часа я его выставил как хоть бы один поп-язык высунул никто все замерли сразу они даже попятились я знаю что тот человек которого я хотел подправить я думаю так обычно неблагодарны они он не выскочил на меня но и он-то говорил авторитетно сидит какой он как смирнов разлепешится надо на кресле то на четыре стула и тут какой-то вышел пигмалион пигмейщик но однако вот так вот бывает такие и патриарх тоже виде анекдота сказал вот был батюшка там один он проповедовал увлечённо то глаза закроет и проповедует да хорошо проповедует и однажды слышно кто-то толкает староста ему ключи подает говорит так вы закройте потом храм то сами никого нигде нет и патриарху этот анекдота понравился кириллу то и он рассказывает мне кажется он рассказывал то есть иногда можно этот лук то ослабить не все время постарай бряще скигнуть то еретик переходи к нам но даже с еретиком это можно как ты вчера видел на еретика мы наткнулись в храме так как-то и он здоровая церетик то написано не приветствуйте его а я как будто споткнулся головой подковался если мы приятно ничего нет александр македонский когда возвращался говорит с похода то из корабля спускался ты споткнулся и упал приставках это это кажется юлий юлий цезарь до кон говорит из этого сделал как раз уже упал он тогда поцеловал земли то наконец-то и вернулся и земли целует и все сделали видишь не поняли что он споткнулся и рюхнулся он поцеловал землю родина я тебя ждал вот так то есть надо не создавать критическую обстановку а наоборот примирение как-то сделать тут еще разговаривал так войне не ведет никак но бывает человек непримиримый он вот особенно кто миссионерские отдела они как одержимые духом злобным с ними мира никакого не только отойти чтобы не разжечь они не поврежденные не всех говорю но большинство большинство они жестокие непримиримая к миссионерстве никакого отношения не имеют а вышел все равно у нас я-то не слышал это я только догадываюсь думаю что не в том месте пошел человек а его привел своем четвертом курсе медицинского университета учиться парень володя его виктор андреевич привез ну парень такой спокойный все в поясе как а я-то не понял думал к усинову кто приехал то она за этим то я не слежу я половина то я не слышу и я молюсь то виды все присыплюсь где там громко запоют ну что златоуста то прервали то тут не ожидал батюшка никто что я его выставлю за златоуста батюшка тоже засмеялся просветил лицом они друг на друга посмотрели покачали головой как в песне поется собрание до конца не посмотрел у меня тут столько накопилось там как раз батюшка-то меня благословил читать толкование на прочитанное евангелие но и выпала целая глава читать не я читал феофилакса болгарского всю главу с толкованием о самарянке 45 минут но я даже не заметил как эти 45 минут пролетели ты не заметишь никого уже не осталось может быть в трапезной то но потом я заткнулся и тут как раз сразу третяков этот момент не ухватил мне там еще один стик оставался поэтому я на политика на я чувствую она впереди уже сидит ерзает то я уж сам но и третяков меня считал то что ты так долго надо посудить рассудительность но так бы ему бы сказать вот все феофилак был бы среди нас бы и чем эти но правом севастям стал фигеть на сергея вроде и капец его батюшка благословил он добросовестно исполнил свою миссию и я сравнил у вас 45 минут вы на трапезе говорили с архиереем то тоже потом прощение просили что долго и у меня тоже ровно 45 минут интересно я когда выходил с трапезу батюшки а с ним семинаристы приехали там подавать ему там что три кири и ди кири и там все и он витали увидел никого рядом нет за сам сам улыбался и мне кланяется а может не мне может дерево он кланялся березе а я к себе призвал ты рассказа знаешь говорит есть такой когда и вот изучаешь английский язык и там есть такой рассказик маленький стояли солнце холод и ветер идет мужик и поклонился им а потом повернулся назад еще раз поклонился они заспорили кому он поклонился второй раз кому солнце горит мне он боится я когда им жару так говорит тут у него все засохнет а мороз горит нет мне я как джахну под 40 градусов у нее все и померзнет а ветер говорит нет мне я как паду и крышу сорвет мы решили его догнали год и второй раз кому поклонился он говорит ветру ах так ну раз так 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 это говорит а я сожгу а вот я буду дуть у тебя ничего не получится а мороз говорит а я как дам мороз а я дуть не буду тебя тоже еще не получится всяким ветром увлекайтесь я из этого сделал для себя евангельский вывод ветер то есть если ты настроен духовно дух это ветер и в дух и в духе говорит дух дышит где хочет как в оригинале в оригинале так ветер жужжит где хочет вот как написано в немецком языке это жужжит ветер и ты голос слышишь а не знаешь откуда пришел одни каком духе здесь не говорится речь на духом называется ветер его здесь об этом и сказано это басня вот почему я когда слышу все самое-самое кто вы считаете самый умный у русских был поэт самый умный такой даже спрашивать не надо крылов иван андреевич с ним никто не сравнится самый умный был я говорю поэтах он с двойным под смыслом везде фонтона брал разных там он переделал он умница был и вот такой честь и который при жизни люди имеют как он было два человека за всю мировую историю он и виктор гюго на балконе стоял и народ проходил видимо заранее предупрежденной афиши то развешали по деревням шесть часов проходили шесть часов шли и его откричали ему его здорово иван здорово и андреевич все хвалили его потому что везде вороне бог послал кусочек где-то сыру на ель ворона взгромоздясь позавтраку же было совсем уж собралась за призадумалась а сыр во рту держал то есть а васька слушает до ест и на псарни волк и везде это знали все ученики его все любили все да главное царица не царица мать царя его вызвала и она с ним беседовала несколько часов настолько он понравился и она тогда своему сыну то и говорит там саша ты ему пенсию ты назначь побольше ему пенсиона пенсион увеличили намного и вот у виктора гюго было такое же париж шесть часов шел народ приветствую его на втором этаже настоящего ни один президент никто никогда не удоставился такой чести более близких этого таки гитлер был но это другая история видишь как вот а что учителя преподают будут это говорить да нет конечно ты должен это все видеть ну все вплотную подошли уже 28 минут до до пятницы ну чё вопросы ни у кого не появились осталось то две минутки заниматься ну что тогда закончим наверное до пятницы ну что то есть ну и ну и ну и ну и ну и ну и Аллах, Таи, Рождество Твоего. Моливи себя, Игорь Михайлович. Милосердный Создатель, Господь и Бог наш, любящий Отец, прими нашу молитву во имя Господа нашего Иисуса Христа, спасшего нас от смерти. Слава Тебе за мирное время, за возможность открывать Слово Твое, за святых отцов. Сохрани на всех святой православной вере. От замос иеретиков, сектантов, от всего, что не славит Тебя. Благослови патриарха, епископа, священников, паствуя. Всем даруй духовное рождение свыше и водительство Духом Святым, дабы никто не оказался опоздавшим. И правителей благослови. Сохрани их от покушения от них. И даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. И посеянное Тобою, Господи, семя, да даст обильные плоды. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Можешь отключить меня, все.